Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что узнаете о Мексике? Мексика — это шляпы, большие танцы, каньоны, я не знаю. Может, я, конечно, путаю, но это каньоны. Ковбои. Почему-то перец вспоминаю, какие-то острые приправы, не знаю почему. Я не была в Мексике, но такие какие-то ассоциации жесткие, какие-то страстные. Горячее и яркое. На часы, сомбреро, головной убор, кактусы психотропные, какие-то там растут вроде, да. И чичерита — футболист сборной в Мексике. О Мексике мы знаем практически всё, потому что я была на Юкатане в 2013 году. После того, как закончился календарь майя, мы поехали посмотреть, как он закончился. И вот по Юкатану я путешествовала две недели, была на всех пирамидах. Шикарное место. Просто, ну, страна моей мечты. Мы знаем, что там вкусная еда, всякие лепёшки есть, что из США и туда-обратно бегут люди, потому что там какой-то упрощённый режим выдачи людей, которые совершили преступление. Что мы ещё знаем? Ещё мы знаем, что там определённо лучше и теплее, чем в Москве, и люди, верно, добрее. Есть такая вероятность. И мы очень хотим там побывать. Да. Спасибо большое. Мексика. Мексика – это великая страна с великой культурой. И, конечно же, это известные личности в мире спорта. Это Уго Санчес, знаменитый футболист, который играл за Мадридский Реал в 90-е годы. Это боксёр, знаменитый Хулиус Асар Чавес, его сын, младший. Моралес Баррера, Канело, известный его Дорис Головкиным. Также Давид Секерри, знаменитый скульптор, художник. Страна находится на континенте Северной Америки. Прежде всего, если мы рассмотрим географическое положение, скоро там ожидается чемпионат мира по футболу в самом месте США. Мы знаем, что это такие темпераментные, не вполне доброжелательные люди. Они были у нас в гостях, чемпионат мира, видели их. Так что культурный обмен между странами, я считаю, должен быть. Почему нет? Мы к ним гости, а не к нам, без всяких виз. Дружба народов – самое главное. Мы плавали на корабле из Майами по Карибским островам. И высаживались два раза в Мексике. И там были чудесные пляжи. Ну, лучшие пляжи вообще в мире. Карибское – это море. Вода и вкусная еда. Текила – прекрасная. Так что любим Мексику. Спасибо. Спасибо большое. Ну, известна также мексиканская кухня, так сказать. И, в принципе, я могу сказать, что любой человек, который как-то хочет расширить свой кругозор, наверное, все-таки заинтересован, чтобы поехать в Мексику и испробовать мексиканскую кухню, и посмотреть вообще на этот Мехико, знаменитый город, где там, по-моему, 20 миллионов жителей. Это огромный мегаполис. Ну, также мы знаем про историю ацтеков, инков, да. То есть, ну, тут, как бы сказать, такая культура глубокая, неоднозначная, и по-прежнему ее изучают. Написаны сотни книг. Например, в Мексике не как у нас кладбище, серые, тусклые, страшные. А у них они как соты, яркие, разноцветные. И у них есть такая традиция, что каждый год они достают из этих, как бы, сот дощечки с костями своих предков и очищают их. Мексика – горячая страна с очень дружелюбными людьми, приветливыми и симпатичными, загорелыми и красивыми. Мексика – это пирамиды, океан, много растительности, красивая природа. В общем, счастье. Спасибо. Вы знаете, я никогда не была в Мексике, но очень хочу ее посетить, потому что многие мои знакомые уже были там. Я слышала, что там есть замечательный пляж Канкун, и хотелось бы посетить исторические места, очень интересно. И также я знаю, что там есть прекрасные дельфинарии, где можно поплавать с дельфинами, а это моя мечта. Ну, знаю, что там есть сомбреро, большой шляп. Есть тортилья, их национальное блюдо острое. Ну и что там говорят на испанском? Клево, спасибо большое. Прекрасная погода, прекрасная природа, прекрасная энергетика, и эти пирамиды просто великолепны. Поэтому Мексика – это наше все. Спасибо. Сегодня Мексика – это, ну, мы знаем ее с точки зрения большой страны, интересной, экзотичной, современной. Ну и, конечно же, это знаменитые кланы преступные, Синалова, наркокартели. Ну, а что сделать? Да, это тоже Мексика. Ну, Бенисио Дель Торо, да, знаменитый режиссер мексиканский, который в Голливуде имеет успех. Ну, что говорить, Мексика преуспела и в 21 веке успеть. Так что, вива Мехико. Да, в Мексике знаю, что у них есть текила, соответственно, есть футбол, они большие болельщики футбола, приходят на футбол сомбреро. И таких вот футболистов я знаю, как Куга Санчес, это легенда Реала и Мексики, сборная Мексики. Ну, соответственно, современный футболист – это Чичаритто. Господи, я забыл его имя и фамилию. Стоп, остановитесь. Я все, все сначала. Я сделаю, все. Я знаю, что у них есть амбрелла, у них есть лучший народ, и у них есть самый крутой пляж Канку, и очень много друзей у меня из Мексики. Ола! Сеньор, сеньорита, вива Мехико! Вива Мехико! Мучо, мучо, чичаритто! Чао! Ах, классно! Спасибо большое!